Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать очень хитрую мушку, но уловистую в наше время. Именно в данный момент, когда уже начинает свисти вода, и в основном рассчитана для рыбалки в тихих заводях. Это эмеджер. Значит, форма, как вы видите, крючка довольно-таки своеобразная. И что самое главное, она выполнена из толстой проволоки. Значит, можно использовать крючки, если нет подходящих, вот такой серии. Или же, значит, в идеале, конечно, подходит вот такой серии крючок. Если нет, можно спокойно использовать крючок, допустим, который нимфовый. В крайнем случае, как вы видите, вот все вот такие крючки этой серии достаточно из хорошей крепкой проволоки. Поэтому подберите для себя сами. Нам желательно так, чтобы она в момент заброса сразу та часть, где у нас жало, погружалась в воду. Я называю серию этих мушек поплавок. Довольно-таки хорошо работает. И работает практически, ну, не могу даже сказать, что в начале весны не работает. Работает. Есть небольшие сложности в изготовлении этой мушки. В процессе изготовления я вам все расскажу. Один материал, который действительно является несколько для нас, будем говорить, серьезным, Это перо для сухих мушек. Но можно подобрать из скальпа петушиного пера любой другой, который подойдет по величине. Покажу. Клей я, как всегда, использую вот такого класса. Он не двухкомпонентный. Это гелевый сегудный клей. Промазал я цевьё клеем, чтобы нить моя не скользила и хорошо держалась нить. Нить нам понадобится яркого, флуоресцентного оттенка. Оранжевая, красная, розовая. Любая, которая будет у нас вызывать агрессию у рыбы. И должна быть хорошо заметной. Сразу я креплю, вот как вы видите, вот такой люрекс. Это я вам уже неоднократно показывал, друзья. Он бывает разной и ширины, и величины. Если у вас нет, можете заменить на вот такой. Как вы видите, здесь его ширина значительно шире, чем та, которая у меня. Нет, возьмите любой другой люрекс или кристалл флэш. И теперь аккуратно стараемся не нагромождать материалы. Движемся теперь, считайте, за загиб аж до середины. Вот приблизительно к этой точке нам будет вполне достаточно. И уже начинаем с этой точки формировать тело. Значит, в чем заключается весь смысл? Вот эта точка, которая у нас является точкой агрессии или точкой атаки, заметна для нашей рыбы. Очень важно, чтобы вы подобрали тот цвет и тот оттенок, который хорошо работает конкретно по вашей рыбалке. Как мною было уже замечено не один раз, уклейка, густера и любая другая мелочь достаточно хорошо откликается на все вот наши вот такие точки прицеливания. Потому что рыба, как уже замечено не только мною, обладает любопытством, и для нее крайне интересно обратить внимание на эту мушку. Я повторюсь, мои наблюдения за рыбой привели меня к использованию такого типа мушек, которые в основном используются для рыбалки удочками тенкара. Когда падают семена одуванчиков с деревьев, задуваемые ветром на воду, рыба выедает семена из вот таких семян, которые попадают на воду. Поэтому я это уже проверил неоднократно, и можно с уверенностью сказать, что мушка работает до глубокой осени. Не всегда, правда, рыба питается на поверхности, но довольно-таки актуальна. Приблизительно дошли мы с вами вот до начала загиба. Совсем-совсем немножко, буквально промотаем, создадим небольшой шарик для того, чтобы у нас в дальнейшем не было ступенек для крепления других материалов. И этой точки нам будет вполне достаточно. Выберите для себя сами величину. Самое главное, чтобы она была достаточно ярко, и, как я уже неоднократно вам показывал, вот она должна быть флуоресцентной. Теперь мы с вами должны немножко, совсем немножко, показываю тоже для вас, друзья мои. Я использую в работе вот такой лак. Это лак-клей глубокого проникновения и хорошей фиксации. Это достаточно жидкий, хороший в работе лак. Поэтому для изготовления тела и для работы по телу очень-очень хорошо себя зарекомендовал. Я капну совсем немножко, для того, чтобы была возможность мне хорошо просегментировать мое тело. Как обычно, на месте крепления я выполняю один полный оборот. И здесь в данный момент не принципиально, сколько мы выполним оборотов. Три, четыре, пять. Главное, чтобы это было выполнено аккуратно. Делаем один полный оборот. Ставим опять крючок в удобное положение. Окончательно теперь закрепим наш материал. Сделаем здесь завершающий узел и поменяем нашу нить. Мы поменяли с вами нить. Я поставил более темную и закрепил вот два перышка павлина. Теперь, пока наш, будем говорить так, хвостик подсыхает, мы с вами аккуратно опять нанесем, я не армирую, нанесем на место, там, где мы будем выполнять обмотку нашим пером павлина, клей. Он достаточно хорошо еще будет держать наше перо. И теперь, самое главное, мы уводим нить там, где у нас будет уже выполняться опушка. Вот приблизительно, как вы видите, мы на три части поделили наш крючок. Будет вполне достаточно этой величины. Слегка подкрутили наше перо и выполним обмоточку. Аккуратно следим за тем, чтобы не повредить наше перо, зацепившись за жало. Значит, как будет получаться, скомканно, не скомканно, это уже не столь принципиально, мы должны с вами обозначить вот наше тело хорошо павлином. Почему павлин? Уже мною замечено неоднократно, достаточно хорошо рыба реагирует у нас на павлинье перо. Заменить можно, я уже неоднократно вам показывал, чем. Дошли до места крепления нашей опушки, закрепим перо, остатки удаляем. Принцип построения того же Ред Тага только за исключением того, что мы тело немножечко изготавливаем по-другому. Теперь самое главное, если у вас по каким-либо причинам нет перышка для по величине бородок, вот как я подобрал с трудом, пусть будет несколько больше, я не придерживаюсь загиба, а придерживаюсь пропорции мушки, так как при поклёвке нашей рыбы, при поклёвке нашей рыбы, вот желательно, чтобы под дев, который у нас есть, загиб крючка, перо нам не мешало при всасывании нашей мушки. Поэтому привязываться к величине бородок, это уже только лишь принципиальный вопрос при поимке той или другой рыбы, какую вы для себя выберете. Если это верховка, понятное дело, рот маленький, поэтому желательно, чтобы перо не было большим. Краснопёрка подбирает достаточно хорошо и так. И теперь буквально от величины нашего ёршика будет зависеть хорошая или же плохая плавучесть нашей мушки. Приблизительно 2-3 оборота я делаю, больше стараюсь не выполнять, так как достаточно потом привлекает, раздражает нашу рыбу. Значит, в чём теперь есть вопрос. Как вы видите, перо немножко съезжает. Мы его поднимаем вверх и подхватываем. Отхватили, подняли вверх наше перо. И теперь нам необходимо вот ту часть бородок, которые у нас образовались, увести назад и выполнить здесь уже головку. Значит, я неоднократно вам показывал, это не составляет никакого секрета. Для того, чтобы вот у нас было более аккуратное, я обычно беру любую трубку, которая у нас имеется. И вот, посмотрите, я беру и начинаю вот так поджимать наше взлохмаченное перышко. Бородки уже у нас не попадают в район колечка и у нас есть возможность аккуратно выполнить головку. Удалим все оставшиеся материалы и закончим нашу мушку. Вот и все, друзья мои. Мы закончили с вами вязать очередную мушку Эмаджер, которую я называю поплавками. Как вы видите, вот она будет находиться, установить я пока не могу, зажму колечко. В таком вертикальном положении достаточно хорошо опушка поддерживает нашу мушку. Рассветка очень хорошая, привлекающая, как раз под тех жуков, которые иногда попадают в воду. Попробуйте в других несколько вариантах, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова